Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях уходящей недели. И вот чем особенно запомнились последние дни. Беззаботная пора «Прощай». 1 сентября в Самарской области за партой сели 37 тысяч первоклашек. Светлое будущее Самара-арены. Для электроснабжения стадиона строят три современные трансформаторные подстанции. Полвека за решеткой. Убийцам жены полицейского Вашуркина вынесли приговор. Он увидит, как Волга впадает в Каспийское море. Житель Нижнего Новгорода бросил банковскую карьеру ради путешествия. Будут вариться в одном котле. У самарской богемы появилось место для сбора. Арт-котельная. Самый важный день для всех, кто учится и учит. 1 сентября в России день знаний. В городские школы Самары в пятницу пришли 117 тысяч учеников. Из них больше 13 тысяч первоклассники. Ну а в южном городе открыла свои двери школа, которую по праву называют одной из лучших в России. Это крупный образовательный центр на полторы тысячи человек, оборудованный по самым современным технологиям. Проект получил высокую оценку Министерства образования и науки РФ. Все, кто побывал в этой школе, еще до открытия уверены, здесь хочется учиться. Олеся Корецкая увидела школу будущего своими глазами. До открытия новой школы в Южном городе и начало нового учебного года остается несколько минут. Оволнение здесь невероятное, но очень радостное. И по традиции виновники торжества, те, кто идут в школу в первый раз. В этом году школа в Южном городе принимает 271 первоклассника. С 1-го А до 1-го К. 10 начальных классов готовы пойти учиться. Янис Сафонов строил эту школу, а теперь ведет дочку в первый класс. Гордимся дочерью, рады, что она у нас уникальная. И нам повезло, что мы попали в эту школу. Хочешь школу? Да. А что ты в школе больше всего ждешь? Пятерки. Школу построили меньше, чем за два года. Это стало возможным благодаря поддержке на областном и федеральном уровнях. Активное участие в выделении средств принимал депутат Госдумы Леонид Симоновский. Открытие такого образовательного центра называют настоящим прорывом и руководство страны и области, и строителей, и жителей Самарского региона. С победой правительство, которое выделило на программу образования большие деньги, и мы смогли построить и будем дальше строить школу в Самарской области, в том числе за счет федеральных денег. Теперь очень важно, чтобы в стенах этой школы кипела жизнь. Так как уже сегодня вы открываете с активным участием учителей, учащихся, пусть это будет всегда. На концерте в честь открытия выступают и школьники, и учителя. 84 педагога, многие из них с высшей квалификационной категорией, что не мешает весело встречать своих учеников. Укомплектовано больше 50 классов. Для начальных – отдельный вход. Я думаю, что должно быть комфортно для детей. Ну а комфорт – он все под частицей, по группицам собирается. И уроки, и перемены, и учитель, и родители – это все собирается в общий один комфорт. Сама школа – это сплошное образовательное пространство. Больше 40 кабинетов – лаборатории, ботанические теплицы, мастерские, два спортивных и обеденных зала, актовый зал на 250 человек и множество зон для отдыха и творчества. Здание оборудовано по самым современным технологиям, и его называют нестандартным, потому что такую высокую планку взяли пока только в Самаре. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Стихия воды и света. В Самаре ремонтируют сразу два исторических фонтана. На Молдогвардейской уже завершается монтаж Георгиевской ленты. На следующей неделе приступят к укладке мозаики. А на Красноармейской доделают фонтан «Красное знамя». Когда они забьют ключом, узнала Мариана Мирная. На Самарской площади заканчивается монтаж Георгиевской ленты фонтана. Выполнена она из стекла, которая гораздо прочнее, чем пластик. Каждый элемент символизирует пять лет прошедших после Великой Победы. Всего их шесть. Фонтан был установлен к 30-летию Победы и с тех пор не видел ремонта. В итоге сильная коррозия, сгнившие трубы, конструкция проржавела. Именно поэтому фонтан был демонтирован полностью. Установлено четыре новых насоса. Полностью заменен весь водопровод. Полностью подведено новое электричество от трансформаторной подстанции. Заменены все подводящие коммуникации и водоотводящие. Работы завершены уже на 80%. На следующей неделе планируется установка светильников в подсветке струй, светодиодной ленты по периметру фонтана и укладка мозаики на дно чаши. Параллельно с ремонтом самого фонтана идут и другие виды работы в рамках комплексного обновления улицы Молодогвардейской в преддверии Мундиале. Обновление происходит под пристальным контролем общественности и очень важно соблюсти поставленные сроки. Полностью завершить работы планируется до 31 октября. Мы посмотрели все сметы. У нас очень четкое и эффективное расходование бюджетных средств. Самое главное, на что обращает сегодня внимание Общероссийский народный фронт, это то, чтобы были соблюдены четко сроки. Наше самое знаковое место, это Самарская площадь, это фонтан 30-летия Победы, который, соответственно, имеет прямое отношение к Самаре, как к городу, который ковал Победу. Мы видим, как он изменяется действительно в лучшую сторону. Безусловно, это знаковое место в городе, наверное, не только для меня, но и для всех горожан. Во-первых, эта композиция была приурочена к юбилею Великой Победы. Ну и вообще Самарская площадь – это одно из любимых мест для всех горожан, я думаю, в том числе и для меня. Новое оборудование позволит создать динамическую световую и водную картину. При распылении водные потоки будут меняться вместе с цветовым освещением. На объекте уже была проведена промывка систем подачи и отвода воды. Форсунки работают исправно. Рисунок мозаики не изменится, а сама плитка будет гораздо прочнее и должна прослужить около 50 лет. Стеклянная мозаика у нас не царапается, она имеет долговечный срок службы около 50 лет, имеет такую же цветовую гамму, как и полимер, и поэтому эстетический вид у нас по георгиевской ленте не поменяется. А это уже другой фонтан. Самарцы зовут его трехглавой Змей Горыныч, официальное же его название – Красное Знамя. Здесь только что закончился демонтаж. Фонтан был построен в 50-х годах и уже в середине 70-х перестал работать из-за прогнивших коммуникаций и разрушений. Будет бетонная чаша, глубина метр сорок, облицовка все будет гранитом, фонтан будет. Он ориентировочно будет такой же, как и был, то есть форма я имею в виду. Именно расположение самих струй сейчас на данный момент окончательно согласовывается. Планируется 28-30 точек по периметру. Также планируется устройство подсветки. По договору срок окончания работ конец ноября. Но подрядчик уверяет, что завершить и сдать объект успеют в конце октября. Работы будут вестись в две смены. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Да будет свет! Электроснабжение всех объектов чемпионата будут обеспечивать новые трансформаторные подстанции. Их уже построили вокруг стадиона «Самара-арена». Там ведутся подготовительные работы перед запуском. Три основные подстанции на неделю показали журналистам. Откуда и как пойдет электроэнергия, расскажет Олеся Корецкая. Небольшие, но мощные трансформаторные подстанции для электроснабжения спортивной инфраструктуры. Пока внутри этих строений тихо, но совсем скоро оборудование загудит. Это будет энергетический мозг с тысячей сигналов на сотни метров вокруг. Рядом со стадионом на территории бывшего радиоцентра установили три таких подстанции. Уже установлены, наводятся пусконаладочные работы. В перспективе к середину осени, октябрь, ноябрь примерно, ну, соответственно, с графиком сводным, который мы подписали с правительством Самарской области, мы обеспечим все остальные центры питания. Обеспечить электроэнергией все объекты Мундиаля – совместная задача правительства Самарской области и сетевой компании. Стоимость инвестиционного проекта больше полутора миллиардов рублей. До 2025 года сетевики построят 12 подстанций. Нагрузка этих объектов будет в четыре раза превышать заявленную нагрузку самого стадиона. То есть объем прокладки электрических сетей для обеспечения энергоснабжения соответствующих объектов очень большой. Несмотря на далекие перспективы, завершить устройство основных подстанций обещают в этом году. Кроме системы электроснабжения, под землей необходимо уложить канализацию, водопровод, линии связи и благоустроить территорию. Работы по электроснабжению объектов чемпионата ведутся по специальному графику. Он синхронизирован с прокладкой других коммуникаций. Вот здесь тянут электрический кабель, а чуть дальше протягивают водовод. Кабель тянут с помощью специальной лебедки на сложных участках вручную. Протяженность этих сетей больше 180 километров. Самое важное – первая РТП. Она находится ближе всех к стадиону и на нее ложится самая большая нагрузка. Работы мы планируем закончить в конце сентября и по постоянной схеме отдать напряжение потребителям. Общая нагрузка, которая упадет на эту распределительную подстанцию, где-то будет порядка 5 мегаватт. То есть достаточно большое количество. Первая распределительная подстанция почти готова. От нее запитают все, что находится рядом со стадионом. Это две тренировочные площадки с футбольным полем, локальные очистные сооружения, временные пункты, медиа-центр и фудкорты, а также все наружное освещение, пункты видеонаблюдения и контрольно-пропускные пункты, всю южную парковку около Самара-арена. После того, как завершатся подготовительные работы, сетевики начнут подключать к подстанциям все объекты. Работы будут идти по схеме бесперебойного питания. Отключать от электричества прилегающие дома не станут. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Альтернативе быть. Волжское шоссе во время чемпионата мира будет дополнительным маршрутом для болельщиков. На дороге укладывают верхний слой асфальта. Работы проводят по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Что нового ждет автолюбителей на пути от Демократической до Московского шоссе и обратно, выяснил наш корреспондент. Ровной дорогой ложится асфальтобетон. Щебеночно-мастичный. Он крепче, износустойчивее и надежнее обычного асфальта. На Волжском шоссе уже вовсю укладывают верхний слой толщиной 5 сантиметров. На участке длиной чуть больше 3 километров более половины дороги уже в новой одежде. Рабочие признаются, помешать им не может ни движение, ни своеобразный рельеф дороги, который они смогли укротить. Движение организовано как бы правильно, работе ничего не мешает. В первую очередь устраивалось фрезерование, затем выравнивание крупнозернистым асфальтобетоном местами в один слой, местами в два слоя в зависимости от профиля дороги. Сейчас укладываем верхний слой покрытия. На Волжском шоссе, кроме верхнего слоя асфальта, сделают барьерное ограждение, установят дорожные знаки и автобусные остановки, а также расширят проезжую часть за счет разделительной полосы. После ремонта на Волжском шоссе появится и то, чего здесь никогда не было. Для пешеходов и велосипедистов обустроят дорожки, ну а самое главное, в ночное время улица теперь будет освещаться. В числе нового и водосток вдоль дороги. Он позволит держать асфальт в сухости, что продлит срок службы верхнего покрытия. Участок сложный в плане рельефа местности и, соответственно, всегда идет водосброс и в весенний период, и в осенний, и в момент, когда дожди сильные. Соответственно, здесь для того, чтобы дорога сбрасывала воду никуда, не попадя, а в определенный здесь запланировано, чтобы был сброс полномерный и запланированный, и чтобы дорога дату не страдала. На участке длиной почти в 3,5 километра сейчас трудится до 40 человек. Работу обещают закончить в конце октября. Всего в регионе по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 110 автодорог общей протяженностью 163 километра. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 52 года лишения свободы на четверых и 6,5 миллионов рублей компенсации морального ущерба. Такое наказание получила банда убийц жены начальника полиции от Радного. Однако адвокаты преступников еще надеются на смягчение наказания. Из зала Приволжского окружного военного суда Сергей Кизоркин. Приволжский окружной военный суд засчитывал приговор банде грабителей убийц 3 часа. Четверо подсудимых в общей сложности проведут за колючей проволокой более полувека. Криминальная история началась 11 декабря прошлого года. Молодые люди в магазине на улице Победа приметили супружескую пару, которую решили ограбить. Злоумышленники отправились за ними в Смышляевку, где и напали на своих жертв в частном доме. Жестоко избили. А когда узнали, что мужчина, начальник от Радинской полиции, решили убить супругов топором. От полученных травм женщина погибла, а ее мужу удалось выжить. Именно Яранкин нанес удары, рубящие частью топора по голове потерпевшей Вашуркина Екатерине и потерпевшего Дмитрия Вашуркина. Именно после того, как Яцуненко обнаружил удостоверение сотрудника полиции в доме с целью скрыть совершение разбойного нападения, им и были нанесены эти удары. Подозреваемых Даниила Елтышева, Андрея Пермякова, Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко и Кристину Чистякову арестовали через несколько дней после преступления. Девушка проходила по делу как соучастница. Суд назначил ей штраф в 50 тысяч рублей. Водитель банды Пермяков проведет в колонии общего режима 5 лет, Яцуненко 10, Елтышев 13. А Яранкин, который наносил удары топором супругам Вашуркиным, отправится за решетку на 24 года. Его адвокат считает наказание слишком суровым. Мы признаем покушение на убийство, и как убийство, и как оконченный состав преступления. Разбойное нападение мы хотим данный состав исключить. В силу того, что он причинен тяжкого вреда здоровью, я считаю, что он отсутствовал в действии моего подзащитного. Сейчас Дмитрий Вашуркин продолжает нести службу. На вынесение приговора его не было. Преступники заплатят потерпевшему и его родственникам в качестве морального ущерба 6,5 миллионов рублей. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Захар, Богдан и Демид. В Самаре родились тройняшки, уже четвертые в этом году в больнице имени Середавина. Их мамой стала 22-летняя жительница Самары. Роды начались раньше положенного срока, но врачам перинатального центра, он открылся год назад, удалось благополучно завершить беременность и помочь начаться новой жизни. С новыми людьми на выписке познакомилась Марина Матвеевшина. Счастье в тройном размере. Молодая семья Цвященко в один день стала большой, но пока еще не шумной. Три новорожденных богатыря не обращают внимания на радостную суету вокруг них. А по-мужски спокойно посапывают в нарядных конвертиках. Супруги предполагали, что могут оказаться родителями двойняшек. В роду с обеих сторон были близнецы. Но когда УЗИ показало на одного больше, растерялись. Потом, когда я узнала, что будет трое, со мной была мама. Мы решили даже прогуляться по воздуху, когда узнали о такой новости. Конечно, был шок, но потом была безумная радость, потому что это счастье. Беременность протекала спокойно. Единственное, что волновало родителей, это выбор имен. Две недели вся семья вела горячие споры. Долго не могли определиться, согласовывали одно имя, другое, третье. Там столько имен было, тоже перебирали. Ну, чтобы они вместе хотя бы сочетались. Богдан, Захар и Демид появились на свет раньше положенного срока в перинатальном центре больницы имени Середавина. По весу оказались настоящими богатырями. Два брата по полтора килограмма и третий на 200 грамм полегче. Для 28 недель это хороший вес. Здесь даже дело не в том, что сколько их, а в том, в каком дистанционном возрасте они родились. То есть 28 недель, это для тем более тройни, это довольно хороший вес. Это говорит о том, что мама была готова к родам, готова к беременности. И беременность для таких деток протекала неплохо. Всего в этом году в перинатальном центре приняли уже почти 3000 родов. Из них 70 двойняшек и 4 тройни. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События. В Крыму завершился Всероссийский молодежный форум «Таврида-2017». Уже третий год подряд на берегу Черного моря собирается талантливая молодежь со всей страны. Актеры, архитекторы, писатели, музыканты. Заключительная смена для журналистов. Всего было подано более 2500 заявок. Отобрали около 300 участников. Самарская делегация одна из самых больших. Пять человек. Среди которых двое корреспондентов телеканала «Самара ГИС». Марина Кравцова и Алина Чемерис. Пять дней молодые журналисты совершенствовали профессиональное мастерство. Как и чем жила «Таврида», наши корреспонденты передают с берегов Крыма. Привет, Самара из Крыма! Сейчас кульминация заключительной смены Всероссийского молодежного форума «Таврида». Восьмая смена посвящена молодым журналистам и проходит при поддержке Общероссийского народного фронта. И хотя мы находимся прямо на берегу Черного моря, отдохнуть нам практически не удается. Лекции, мастер-классы, дискуссии идут в режиме нон-стоп. Мы уже обсудили основные проекты Общероссийского народного фронта. Это дорожная инспекция, генеральная уборка, народный контроль качества за честные закупки и равные возможности детям. Кроме этого, журналистов поделили на три школы телевидения, печатные СМИ и интернет, где мастер-классы давали руководители и ведущие журналисты федеральных СМИ. Сейчас все знания, полученные во время учебы, журналисты применяют на практике, участвуя в деловой игре. Несмотря на огромное количество лекций и мастер-классов, программа на форуме очень сбалансированная. Каждое утро мы выходим на зарядку. Это обязательный пункт. Причем зарядка не только для тела, но и для ума. Также жители Тавриды обожают волейбол. Мы играем в него каждый вечер, утро, день, в любую свободную минуту. Кстати, свободное время здесь начинаешь ценить вдвойне, так как его очень мало. Всегда заняты спортивные площадки, площадки с турниками, везде, где можно как-то себя активно проявить. Уже была пенная вечеринка, были дискотеки. Всему этому жители форума очень рады. А сегодня мы получили возможность проявить себя на деловой игре. Оценивать нас будут ведущие руководители и журналисты СМИ. Ну что ж, пожелайте нам удачи. Увидимся в Самаре! Издалека долго идет он вдоль Волги. Житель Нижнего Новгорода совершает марш-бросок от истоков Великой реки к ее дельте. Это более трех с половиной тысяч километров. Во вторник он пришел в Самару и встретился с Мариной Матвейшиной, чтобы рассказать о своем безумном, в хорошем смысле, путешествии. Шел 108-й день путешествия вдоль Волги. Дмитрий Нижегородский заходит в Самару. Позади две с половиной тысячи километров, одна пара стертой обуви и море впечатлений. Накануне своего 33-летия мужчина решил перевернуть свою жизнь. Бросил работу в банки и отправился в путешествие. От истока Волги пешком до Каспийского моря. Я на самом деле ведь иду для себя, для внутренних изменений, для изменения характера в этой дороге, а не для того, чтобы пропиариться. Никакой там миссии у меня нет, никаких спонсоров. То есть все делается для себя. Вдохновил Дмитрия путешественник Эд Стаффорд, который прошел пешком вдоль Амазонки. Тот ходил два с половиной года. Россиянин рассчитал, путь вдоль Волги составит примерно шесть месяцев. Протяженность Самары вдоль Волги около 50 километров. Путешественник проходит в день 30 километров. Но назвать это легкой прогулкой довольно трудно. Ведь он идет не так, как я, по пляжу с легкой донской сумкой, а с рюкзаком в 22 килограмма за плечами. А на пути его встречаются скалы, ямы и лесные заросли. Вот это рюкзак. Вот снаружи к нему прикреплена одноместная палатка, в которой я обычно ночую. Вот здесь в карманах всякие разные вещи, вроде ультралегкий пуховик. Бывает плохая погода. Сверху у меня это такие кульки с запасами еды. Обязательный набор путешественника – аптечка, резиновые сапоги и вода. Запасы еды пополняются в любом населенном пункте. В городах Дмитрий ночует в хостелах или гостях. В остальное время в палатке. Делятся опасности, подстерегают на протяжении всего пути. От разбушевавшейся грозы до хищных животных. Ночью лежу в палатке, а кто-то ее там тормошит. Но я понял, животные вылезли, там леса. А ведь, говорят, их бешеных немало. Ну, а у меня перцовка, я так пару струй в ее сторону брызнул, убежал. Вот есть там ракетница, ну, сигнал охотника называется. Тоже можно использовать в этих целях. Вот. Ну, и свисток, он отпугивает. Дома у Дмитрия родные и друзья. В каждом городе поклонники. Путешественник ведет дневник. Вечером в палатке обязательно записывает обо всех приключениях и делает посты в соцсетях. У него уже есть последователи. Один из самарцев отправился пешком в Москву. Мероприятие это не дешевое, признается Дмитрий. Но и не самое дорогое. Кто-то копит на автомобиль, кто-то на квартиру. Ну, я вот сформировал ресурс на путешествие. Зимой Дмитрий планирует написать книгу о своих приключениях, а затем попробовать себя в сфере туризма. И, может быть, покорить еще несколько великих русских рек. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События. У самарской богемы появилось место, куда можно отправиться за новыми впечатлениями и эмоциями. Арткотельная собрала под своей крышей поэтов, музыкантов, художников и актеров. В творческом котле поварилась и наша съемочная группа. Не просто концерт, а настоящая история с сюжетом, актерами и декорациями. Открытие нового проекта Арткотельная совпало с презентацией самарской группы Трип. Объединение музыки и театра – абсолютно новый вид творчества молодых артистов. Мы играем в новом жанре относительно музыкальной сферы. Это жанр называется «Нью вейв». То есть это смесь электронной музыки и живых акустических инструментов под разные клубные ритмы, типа драм-он-бейс, даб-степ и разные мелодические штукенции. Что касается содержания и философии группы, она тоже предельно просто выражается в одной мысли. Жизнь – это путь. Арткотельная – это серия перформансов на стыке поэзии, живописи, музыки. Проект объединяет различные городские сообщества, коллективы и группы. Все они отныне в одном творческом котле. Я безмерно рада представить это новое пространство города Самары под названием «Арткотельная», которое созрадачивает в себе самых крутых, творческих, талантливых людей нашего города, которые могут писать музыку, стихи, которые занимаются театром и кино, которые рисуют картины и многое-многое другое. Это настоящая квинтэссенция самарского авторства. Мы занимаемся очень, как мне кажется, интересными вещами, нужными для молодежи, для того, чтобы люди занимались тем, что им действительно нравится, для того, чтобы они ходили на концерты, вместо того, чтобы заниматься чем-то, что совершенно им не нужно. Лично я выступаю в роли актера, я хожу по периметру зала и всячески завлекаю людей, для того, чтобы они поняли свою раскрепощенность, для того, чтобы они могли расслабиться. В ближайших планах арт-котельной рассказать о любви через поэзию, танец, музыку и театр. Помещение бывшего элеватора пустовать точно не будет. Желающих повариться в большом творческом котле уже предостаточно. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова